Далеко ходить не пришлось, прямо рядом с нашим офисом очень много мусора. Поэтому мы будем собирать его прямо здесь. И даже дождь, который только что начался, нам не помеха. Кстати, Катя пробовала пакет. Но это тоже нам не помешает. Мы решили собирать мусор раздельно. Каждый возьмет себе одну категорию, например, бумага, или же стены, банки, или стекло. И, собственно, каждый будет собирать его в свой пакетик, а потом мы все это отнесем в нужное место. Алюминиевая банка очень плохо разлагается. Ее обязательно нужно сдавать в определенные места, а не бросать под кустик, чтобы он удобрялся. На мне бумажный мусор. Буклетик, пакетик, все. Пластик разлагается 155 лет. Обязательно нужно подбирать его из земли и вот так вот сминать, для того, чтобы он занимал как можно меньше места. А потом закручивать крышечку и никогда, никогда не бросать его на землю. Представите, мы тут не точно так же. Еще алкоголь вредит вашему здоровью, не поменяю. И пластик тоже. Я тут нашел кладезь мусора, но я собираюсь стекло. Мало ли, а тут разобьется кто-нибудь, поранится, а этого нам не надо. Нужно быть все чисто. Идем дальше. Мы собрали мусор. Каждый вид в отдельный пакет. Это очень важно. Почему? Можете узнать на сайте adinobu.ru В разделе «Нолгриды» есть материал про раздельный сбор мусора. Почему это важно? Куда нести разделенный уже у вас дома сбор мусора? Когда он появится у нас в Челябинске? И самое главное, как это будет реализовываться? Заходите на наш сайт и узнаете все. Кстати, мы не последние, кто участвует в этом флэш-мобе. И мы передаем эстафету. Телефакту!